Хочу начать с поздравлений, да, прошлый каталог у нас был хороший, было много новых уровней и хочу поздравить тех, кто вышел на 15%, они не все эти люди активные, активная из них только вот у нас Оксана Кузьмина, она из города Череповец. У Оксаны уже есть свой пункт, сервисный пункт обслуживания у нее открыт, работает она и по теплому, и по wellness она работает, проводила недавно она обучение, растет у нее две группы, вот Оксана, я с всей души тебя поздравляю, команда уже большая, большая команда у нее конкретно в ее городе, да, там вот где она работает, в Череповце они работают там по теплому и по холодному тоже. Антонин, вы с компьютера смотрите или с телефона? Просто Таисия, скорее всего, с телефона смотрит. Вот, поэтому поздравляем, поздравляйте, поздравляйте, я думаю, ей тоже будет приятно, если она будет смотреть записи, от всей души поздравляем, желаем, чтобы в этом каталоге уже вышло как минимум на 18%, а лучше на 22%, поэтому от всей души поздравляем. Также много уровней у нас, кто на 3%, да, это вот весь списочек, девочки, вот, чьи вот эта команда вы видите, обязательно поздравляйте людей в личку, чтобы их мотивировать, чтобы они понимали, почему они сюда пришли, что есть рост, да, почему ни у кого нет звука. А Ольга Ефремова в чьей команде? Да, кто с компьютера, я думаю, что у всех все слышно, все нормально, просто если вы с телефона, надо устанавливать, надо готовиться к вебинару заранее, чтобы вот такого не было. Мам, Миш, ты маме позвонил? Вот. Поздравляем всех с этими уровнями, поздравляю тех, кто активен. Это у нас команда у Антонины Никольской, и это у нас команда у Оксаны Кузьминой, у Светы Ревиной. Поздравляем, Марина Стоенко, Таисию, да, вот сегодня вижу. Мы шлем вам наши теплые приветы, хотим, чтобы у вас все-все-все получилось, чтобы в этом каталоге вы вышли еще на большие уровни. Я вот, если честно, до сих пор помню, как выходила на 3%. Вот. Поэтому поздравляем, даже хотя бы просто картинку вы увидите, и то хорошо. Дальше. Просила всех сегодня начертить, перед тем, как прийти на планерку, вот такую вот схемку. Кто начертил, пожалуйста, поставьте плюсики в чате, кто для себя начертил вот такую схему. Поставьте плюсики, кто начертил, кто не начертил. У вас есть время быстренько начертить круг на две части, на 4, на 8, да, и каждые вот эти 8 частей разделить на 10. Это будет 80 всего. Всего 80 будет вот этих вот делений. Скажите, кто-нибудь начертил? Начертили. Отлично. Еще кто начертил? Кто не чертил, чертим. Чертим. Время есть. Мы сегодня будем с вами работать в режиме планерки. Будем именно делать задания. Не просто слушать, а мы будем активно работать. Отлично. Так что поздравляю тогда тебя и в режиме, когда ты голос мой слышишь. А все дыши поздравляют, ты большая молодец, рекрутируешь и приглашаешь. И на обучение стараешься, ходишь. Так что давай увеличивай, чтобы рекрутинг увеличил, чтобы в команде появлялись такие же партнеры, как у тебя, как ты сама. Поэтому чертим. Так, кто начертил? Кому сколько лет? Это 80 лет. Мы не представляем, сколько по максимуму. Чуть выше среднего берем все-таки. Это не я придумала этот пирог. Пирог времени называется. Это автор упражнения Глеб Архангельский, гуру российского лайф-менеджмента. И посвящается всем, кто тратит время на депрессию, занят воплощением чужих мечт, которые не могут собраться. Давайте мы сегодня попробуем с вами собраться. Берем и первое, что мы делаем, заштрихуем область круга, которая отражает столько секторов, сколько лет вы прожили на момент, на сегодняшний момент, на момент выполнения упражнения. Если вам, например, 40 лет, мы берем и половину этого круга, заштрихуем. Если вам 30, штрихуем 30. Если вам 50, штрихуем 50. Штрихуйте. Я уже заштриховала. У меня смешной такой листок. Ну, какой есть. Штрихуем. Как заштрихуем? Ставим плюсик. Заштриховали? Посчитали? У кого сколько? Чего вы хоть у меня там? Ладно, не проходит. Заштриховали. Так, Антонин, заштриховали? Даш, Дим, Галь, заштриховали? Смотрим дальше. Все заштриховали? Настя Белокринкина, Катя Шипенкова, Александр Красильников, Нина Орлова. Заштриховала? Сколько лет она уже прожила? Ну, ну, уж не все. Дальше. Теперь берем из оставшегося сектора, он у всех будет разный. Заштрихуйте, замалюйте еще одну третью часть чистого пирога. Это время оставшейся жизни вы попросту проспите. Это время на сон. Одна третья нашей жизни, мы ее спим. Штрихуйте еще одну третью часть чистого пирога. Чистое время, чистый листочек, который у вас остался, вы его тоже заштрихуйте. Я тоже себе заштрихую. Ну, я уже тут маленько начерпалась, когда готовилась. Смотрите, сколько у вас осталось. Да, смотрите. Мам, ты чего там? Чего там пишешь? Мам. Штрихуйте. Заштриховали? Одну третью часть тоже заштриховали. Смотрим, что времени у нас становится все меньше, правильно? Все меньше у нас времени становится. Дальше. Смотрим дальше. Что еще у нас остается? Кто работает на наемных работах? Поставьте плюсики, пожалуйста. Кто работает на наемных работах? Дальше. Из оставшегося сектора вычеркните еще 25% либо одну четвертую светлого остатка. Это время жизненных несостыковок и решения внезапных и неожиданных проблем и жизненных ситуаций. Ну, мало ли, там, заболели, ребенок заболел, там, что-то случилось, там, поругались, еще что-то. Ну, чего только в жизни не бывает, да? И одна четвертая нашего светлого остатка уходит на решение каких-то проблем, возможно, своих проблем, чужих проблем. Ну, в общем, на всякие незаурядицы, да, можно сказать, у нас время тоже уходит. Если вы заштриховали, штрихуйте и смотрите, сколько времени у нас остается. Кто работает на наемных работах? Пожалуйста, поставьте плюсики. У нас никто не работает на наемных работах, только Дима. Остальные кто-то в декрете, да? Либо кто работал на наемной работе? Ирина еще на наемной работе работает. Кто собирается после декрета, например, на наемную работу возвращаться? Либо кто планирует свою жизнь связывать с наемной работой, да, в дальнейшем? Кто планирует? Вот поставьте тоже плюсики. И подумайте, вот у вас сколько времени осталось? У меня, например, остался... Если я не работаю на наемной работе, то у меня, если думать про то, что я проживу 80 лет, а это все-таки больше, да, чем, ну, чем средняя статистика, да, это больше. У меня остался всего 21 год для того, чтобы просто жить, да, чтобы жить, чтобы воплощать свои, там, цели, мечты, потому что я не работаю, например, на наемной работе. Если бы я работала на наемной работе, то это каждый день 8 часов, да, каждый день 8 часов я бы еще тратила на воплощение чужих мечт, чужих целей. Здесь я хотя бы работаю, да, но я работаю на себя, на свои мечты, для своих детей, для своей команды. Мне нравится вот моя работа. Вообще-то не то, чем я занимаюсь. Вот сколько у вас осталось несъеденного пирога? Вот как у вас вообще ощущения? Ну, то сколько вам осталось жить, да, творить, идти к своим целям, идти к своим мечтам? И стоит ли вообще реализовывать чужие мечты или работать над реализацией своих мечт? Радоваться настоящему моменту или пребывать в страхе и депрессии, да, там, какой-то? Жить нужно сейчас, или мы постоянно-постоянно откладываем на потом? Или там приходим на работу и думаем, блин, ну куда же потратить время, да, блин, ну как бы уже сделать так, чтобы быстро время прошло? А время пройдет, и оно больше не вернется. Никогда к нам оно не вернется. Поэтому нужно, конечно, стараться жить здесь и сейчас. Нужно развиваться. Нужно время находить для саморазвития. Не проходить, чтобы время не проходило, чтобы мы лежали на диване и сутками смотрели телевизор, там, не знаю, сериалы какие-то бесконечные, которые нас, в принципе, ни к чему хорошему не приведут. Поэтому посмотрите, сколько у вас реально осталось времени, и давайте будем стараться тратить его. Да, вот кто-то даже 12 часов. Да, я поставила на запись. И поэтому давайте будем стараться использовать его на все 100%. Жить сегодняшним днем, а не так, что, блин, вот я буду жить тогда, когда я перенеду в дом, или я буду жить тогда, когда я похудею, я буду следить за тобой тогда, когда я влезу в свои штанишки, которые мне нравятся. Нет, ведь жизнь проходит, вот она сегодня здесь сейчас проходит. И поэтому мы должны уметь запланировать свое время, чтобы оно впустую у нас не протекало. И нам нужно обязательно уметь писать свои планы. Планируешь ли ты свою жизнь, планируешь ли ты свой день, или кто-то другой пишет тебе планы, а ты считаешь, что все это, ой, там, ерунда. Я не буду ничего планировать, все это фигня, я мечтать не буду, я ничего визуализировать не буду. Это все, да, это все то, что делают те люди, которые добиваются успеха. В нашей повседневной жизни, ну, мы не привыкли, да, там, на наемных работах, нам никто не говорит, когда мы приходим на наемную работу, и нам никто никогда не говорит, ну, что, давай мы напишем с тобой цели, мечты, чего ты вообще от жизни хочешь, давай. Кто-нибудь, хоть один работодатель тебе так скажет. Нет, конечно же, не скажет, он тебе скажет, вот, твой план работы, давай, пожалуйста, садись, работай и выполняй все твои действия. Это все, что может мне сказать твой работодатель. Поэтому планировать мы должны сами и понимать, что жизнь наша протекает, ничья-то другая. И если мы пришли сюда, мы к бизнесу, к своему, соответственно, должны относиться. Не так, что, ой, там, сегодня не получилось, я буду завтра, сегодня я не буду, у меня голова болит, через неделю, сегодня я в гости уезжаю, там, еще что-то, еще что-то, и постоянно, постоянно, постоянно откладывать. Вас тут никто не будет заставлять, вот вам никто планы конкретные, четкие ставить не будет. Вы тут должны научиться себя дисциплинировать, и давайте мы начнем с того, что мы запланируем следующий год. Этот тренинг проводит Шарма, Робин Шарма, кто читал его книги? Кто заплачет, когда ты умрешь? Какие еще книжки у него? Я, кстати, много читала, и у меня, мне он очень нравится. Во-первых, он очень легко читается. Кто читал Шарма книги? Я вспомню, что он там. Я их раздала всем кому-то. Монах, который продался по Феррари, да? Кто читал? Кто-то что-то читал. Ну, это, в общем, очень известный человек, он проводит всякие тренинги, да? И вот на основе его тренинга мы тоже проведем с вами. Да, 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 да. Начнем с чего? Берите листочки, бумажки, и мы будем с вами планировать. Если у кого-то, например, уже написано, ничего страшного, мы потренируемся с вами еще раз. И вы вспомните то, с чего вы, для чего, с чего, все-все-все вспомните. Во-первых, что нужно будет сделать? Нужно вспомнить. Ну, и что, что сейчас там Новый год, там до Нового года совсем чуть-чуть у нас осталось. Вспоминайте, что у вас произошло за последние 12 месяцев. И думайте, какие победы мне нужно отметить за последние 12 месяцев. Берем, и это мы будем сейчас все записывать. За что мне необходимо себя благодарить? Как минимум у нас должно быть 12 пунктов. Как минимум у нас должно быть 12 пунктов. Прямо садитесь и пишите. Я буду ждать. И Тая, и Валентина, и Света, и Оля, и у всех, кто сейчас есть ручка в руках. Ручка в руках. У кого нет, пошли, взяли эту ручку. И мы начинаем писать с вами. Какие ваши большие и маленькие победы? Состояние успеха. Зачем это нужно сделать? Обычно мы садимся и начинаем себя ругать. Вот прошел целый год, но я ничего не сделал. Вот я там плохо рекорптировал, я своему ребенку мало внимания удивлял. Я сделал то, я сделал все. И мы постоянно себя угнетаем. И находимся вот в таком вот состоянии, что мы всегда ругаем себя, что что-то виним. И вот этот вот червячок, да, вот у нас какой-то внутри сидит, и мы постоянно роемся, официально собой недовольны. Это вот неправильно. Нужно научиться себя благодарить и вспоминать то, что было хорошее. Давайте вспоминайте, что у вас было хорошее и пишите. Сколько пунктов у вас получилось? Для чего? Для того, чтобы достичь состояния успеха. Вспомните, да, чтобы был импульс благодарности к самому, к себе. Состояние успеха. И так проведите элементаризацию успеха, побед, достижений, особенных событий. Возможно, с командой, возможно, с семьей, с друзьями. Не обязательно это все должно быть направлено на бизнес. Отметь нет, да. Просто то, что было вот у вас прям вот такое хорошее, да. Мам, вот ты можешь, например, написать, что я такая молодец, например, я там построила забор себе. Да, вот похвалить себя за это. Пугали, например, Чушкина. Я такая молодец, что я организовала мероприятие. Я нашла всех, да, вот для того, чтобы это мероприятие состоялось. Я пригласила гостей. И так здорово выступила. Да, я молодец. Вот похвалите себя за это. Там записались с ребенком на кружки какие-то, да, там, с внуком много гуляете. Научились проводить классные собеседования. Научились сопровождать команду. Вот отпразднуйте вот сегодня, сейчас вот напишите то, за что вы себя готовы похвалить. Написали? У кого есть сложности с тем, что вы не знаете, что написать? Нужно себя любить. Если вы себя не будете любить, не сможете преподносить, будете постоянно, ну, в чем-то рыться. Вот, понимаете, это все чувствуется. Надо быть на волне успеха. И поэтому вспомните, пожалуйста, то, за что вы себе на сегодняшний день благодарны то, что хорошее вы сделали на протяжении вот этих 12 месяцев. Аня Бакуна, тебя это вообще не 100% касается. Давай пиши, что ты сделала хорошего на протяжении 12 минут прошедших. Кто пишет? Поставьте плюсики. Кто вместе со мной действительно сидит и пишет, а не просто говорит, ну, да, да, говори там, говори, а я послушаю. Пишем, да, девчонки, молодцы мои умнички. Вот прям сидим и пишем. Вот, молодец, Таечка, молодец. Галина, молодец. Пишем. Как будет готово, вы напишите. Не торопитесь, пишите. Кто не пишет, начинайте писать. Еще раз проговорю, вот сейчас новые люди зашли. Это тренинг по Робину Шарма мы сейчас проводим. И нам нужно написать, нам нужно себя похвалить за то, что мы сделали в течение 12 месяцев. Начиная с ноября, например, прошлого года. Да, вы можете там по местам разбить, там в январе я там села на диету, скинула 2 килограмма, я молодец. В феврале я пошла и записалась в тренажерку. Вот Иванчина Мена, например, да, может себя похвалить за то, что она на зумбу ходит, какая она умничка, да, и что она вдохновляется этим. Ну, найдите, за что себя вы можете похвалить. И напишите это. Аня Абакумова, Аня, пиши обязательно. Ты здесь? Давай пиши. Нина Орлова, ты пишешь? Так, Света Ревина, кто не пишет, пишите давайте. Молодец, все. Кто написал тоже, пишите все, что написали. Мы писали то, что мы написали. Я смотрела этот тренинг у Ольги Кукушевой, и вот она говорит про то, что они его какой-то конференции что ли проходили. И тоже составляли вот это все. И говорит, у нас очень много что сбылось вот именно благодаря вот этому тренингу. Мы квартиру купили, там еще что-то они купили, звание нового достигли благодаря вот этому. В том числе, благодаря этому тренингу, благодаря тому, что мы его прошли. Написали. Кто не написал, обязательно дописать до 12. Кто не дописал, например, я там написал там 12, там 5 написал, обязательно дописать. Дальше. Обучение. Чему вы научились за последние 12 месяцев? Вспомните, вы чему вы обучились? Там послушали какой-то, съездили куда-то, послушали интересный тренинг, ходили на какие-то курсы, например, обучились. Прочитали несколько книг, например. Да? Вот это тоже нужно написать. Не надо 12. Сколько есть там? 3, например. Или еще там? 4. Сколько есть? Напишите, сколько есть. Чему вы научились за последние 12 месяцев? Вы с большей осознанностью сможете делать выбор в новом году. Делая лучший выбор, вы непременно получите лучшие результаты. Вспомните, что вам помогло, возможно, для достижения вашей цели, для какой-то маленькой, да, вот, обучения, которое вы прошли. В общем, вспомните, чему вы обучились за последние 12 месяцев, и тоже это пропишите. Какие 3 лучших урока вы извлекли из своего бизнеса? Если вы недавно в бизнесе, то из своей личной жизни, возможно, за последние 12 месяцев. Например. Перестала обращать внимание на негативщиков, да, это хорошо, хорошо, да, что я теперь не обращаю никакого внимания, я не тяну тех партнеров, которым ничего не надо вообще, которые не знают, что это слово благодарность, в принципе, которые сядут тебе на шею, поедут, а потом еще и скажут, вот такая вот плохая-плохая сякая, по-всякому могут еще обозвать, да, я просто сейчас работаю только с теми людьми, которые хотят работать. Вот и все. Если человек не слышит, то это бесполезно. Даже не надо не тратить ни времени, ни сил, ни чего. Что еще, да, полезно, что еще вы извлекли из своего бизнеса за последние 12 месяцев? Что нужно, например, да, что к людям нужно относиться с душой? Если вы человека, ну, относитесь к нему как просто ради баллов, да, там, вы его пригласили, вы с ним даже не общаетесь, вы в себе никаких навыков не развиваете. Когда человек к вам пришел, вы увидите только б-б-б-б-б-б-б, так тоже бизнеса не получится, да, меньше 12. Дим, значит, потом допишешь, хорошо? Сегодня обязательно допиши, перед тем, как лечь спать, обязательно допиши. Спрашивать, общаться просто с человеком, да, там, мотивировать его на какие-либо действия. Еще какой урок извлекла, например, я, что если не рекрутирую я, значит, команда тоже не рекрутирует. Ну, и, в принципе, это всегда было, да, я это всегда прекрасно знала. Если на своем примере не показывать, если самой, ну, грубо говоря, да, там, носу сидеть, ковыряться, а других людей учить, давать, там, рекрутируйте вперед, конечно, бизнеса никакого тоже не будет, потому что тут люди все видят, люди все чувствуют. Какие три лучших урока излетели из своего бизнеса за последние 12 месяцев? Хорошие они, плохие они, неважно, но это уроки, да, там, на хорошем опыте они основаны, на позитивном, либо на негативном, неважно, просто пропишите. Дальше. Помните, когда вы были на пике роста своего, например, в компании «Алиссель», либо, например, когда у вас в жизни все пошло так, как надо. Вот помните, вот те моменты, по-любому в жизни было такое, что, ну, вот сейчас вот идет все как надо, да, вот сейчас вот идет рост, да, если про рекрутер, он говорит про бизнес, говорит, вот сейчас вот идет рост, я вот чувствую, что там команда растет, да, вот я вижу, что там менеджеры активные, я вижу, что там новичков много по структуре. И вспомните, что вы делали, когда вы достигали лучших результатов за последние 12 месяцев. Что вы тогда делали? Я могу сказать, что когда я росла, что я делала? Я рекрутировала каждый день, у меня была минимум одна регистрация. Я обучалась сама каждый день, я читала книги. Если, я реально, если я книг не читаю, у меня мозг начинает тухнуть, мне тихать, что-то мне ничего не охота, но стоит мне взять в руки какую-нибудь книгу, да, там, интересную, начать ее читать. Я так в нее погружаюсь и хочется что-то делать. Если мозг засыхает, в принципе, да, то ты ходишь там на одно ВВО, и больше ничего никуда не ходишь, ничего не читаешь. Ну, откуда тебе, своему мозгу, подпитываться? Я и на бумаге читаю, и если на бумаге нет, я читаю в электронном варианте. Хотя бы там перед сном немножко с телефона, но читаю. Ну, конечно, книги – это прямо моя любовь. Я не люблю электронные книги. Вот. А что еще я делала? Я проводила много вебинаров для своей команды, когда я росла. Как минимум, там, несколько, три, даже, может быть, четыре в неделю я проводила. Фактически, возможно, даже, ну, не знаю, много проводила. Проводила обучения для менеджеров, когда я росла. Это я тоже прекрасно помню. Вот, помните, что делали вы, когда у вас был рост. Что вы делали? Возможно, вы вставали с твоей ноги утром. У всех разные, да, там, ну, не знаю, моменты. Кто написал? Поставьте. Либо, если кто еще в бизнесе недавно, напишите, что вы делали, например, когда, не знаю, когда на душе было святое, тепло, уютно, что там все хорошо, что вы делали. Может быть, бегали по утрам, может быть, спортом занимались, может быть, говорили людям, ну, хорошие вещи какие-то, там, комплименты, были добрее к окружающим. Мы все разные, поэтому пишите то, что у вас близко вам. Блин, какой некорректный слайд. Ну, ладно, сейчас очень важный момент. Какова ваша большая пятерка на будущий год? Начиная с сегодняшнего дня, с 19 ноября 2018 года и до 19 ноября 2019 года. Вот какие пять вещей должны произойти в этот период, чтобы этот год был самым лучшим в вашей жизни? Вот что должно произойти? Вот пять, большая пятерка. Ваши цели, пять штук всего лишь, да? Вот что должно произойти? И чтобы вот через год вы сказали, блин, этот год был самым классным, потому что там я открыла звание, я там ребенка записала в бассейн, я купила себе шубу, там, ну, какие, я не знаю, какие у вас мечты, да? Напишите, что вот вас больше всех подогревает и вообще, что бы вас прям вообще всем очень радовало, чтобы вы через год вот это вот сказали. Прям вот сказали, вот прям вот шикарный был год. Пять. Напишите, пожалуйста, пять штук. Я буду с вами. Субтитры сделал DimaTorzok Это надо писать всем. Вот даже тем, кто до сих пор ничего не делал, а просто слушал. Вот, пожалуйста, напишите. Пишите. Возможно, это будет фигура мечты. И, возможно, это будет, не знаю, у мамы отвезти за границу, да, показать ей там, не знаю, или в пансионат, например, ее сходить, там, в родителей, например, в путевку им оплатить. Что вот должно произойти такое, чтобы прямо было прям супер, да? Готово? Молодцы. У всех готово? Замотивировались? Готовы это делать? Вот пусть это будет вашим бесподобным наваждением и будет помогать вам держать фокус, наполнять ваши действия энергией и предотвращать соблазн сдаваться, чтобы вы не могли сдаваться. Глядя на это, вы понимаете, что вот у вас, ну, это должно быть все реально, конечно, да? Не надо ставить прям цели, я хочу на мандивах прожить два месяца. Цели, они должны быть реальными. И чтобы вы понимали, что у вас хватит сил, энергии, амбиций, потенциала вашего внутреннего духа, вашего стила духа, на вашей страсти, чтобы это все у вас было, понимаете? И вы будете смотреть на этот список практически каждый день. Вы его либо распечатайте, либо сделайте коллаж. Из того, вот вы что, мы сейчас написали, да, например, вы сделаете из этого коллаж, либо прям вот распечатайте и повесьте. Я бы сейчас развернула компьютер, у меня тут висит все вообще в этих коллаж, цели, список, у меня тут все всегда перед глазами, какими, лежит. Но сейчас я ищу отдельно вот это, вот это пять штук, что я написала, обязательно, чтобы каждый день вот прям перед глазами мне это было. И вы создадите лучший год в вашей жизни. Написали? Антонина, написали вы? Мам, ты написала? Аня Бакумова, ты здесь или нет? Лена Иванчина, Даша Маковоз, Катя Шапенкова, пишите. Написали? Дальше. Молодец, мой боец. Семь. Семь групп, чтобы вышли на новые звания. Вот так вот. Ценности, смотрите, каковы будут пять самых основных ценностей на ближайшие 12 месяцев у вас? Ценности определяют ваше поведение. А у вас сколько, Антонина? А то вы мне задаете провокационные вопросы. А у вас сколько? Определяют ваше поведение. Вам необходимо знать свои ценности для того, чтобы не жить... Конечно, выйдем, чтобы не жить ценностями других людей. Соседей, знакомых, что они скажут, ой, да что ты там, ой, да что ты там делаешь, да вот давай лучше вот то, давай лучше вот все. Что вы должны жить своими ценностями, но вы должны жить своими ценностями, ну и клевать, что они там будут говорить. Какая вам разница? У них другие ценности. Они любят лежать на диване смотреть телек. Они сериалы любят без конца смотреть, а вы другой. А вы хотите большего от жизни, да? У вас есть ваш список целей. Вы понимаете, к чему вы идете. И понимаете, что ваши действия соответствуют вашим ценностям, создать огромный источник энергии на ближайшие 12 месяцев. Какие ваши ценности? Пропишите. Как минимум 5. Возможно, это как в компании Арифлейн, да? Это единство, дух, страсть. Если вы делаете свое дело, старайтесь делать его со страстью. И тогда все будет получаться, чтобы у вас вот внутри вот горело, все горело страстью к вашему делу. У нас тоже нет телевизора. У нас есть, но он не показывает. Он стоит там. Я даже не знаю, ради чего он там стоит. Иногда включаем, по-моему, один канал, ну, ребит вот такой вот. Вот. И пропишите, какие у вас будут ценности. Вы хотите быть свободными? Вы хотите быть страстными к своему делу относитесь? Вы хотите, чтобы люди ваши начали деньги зарабатывать? Вы, может быть, хотите быть красивой? Может быть, вы хотите гармонию в отношениях? Чего вы хотите? Какие у вас ценности? Что для вас ценно? Не для соседей, не для знакомых, не для кого, а лично для вас. Не для вашего мужа, не для вашего ребенка, а для вас. Напишите, что лично для вас ценности. Мы порой себя где-то теряем, да, мы думаем, как будет там, как будет, кто, как будет, все. Жалко, конечно. Ну, в записи, если только посмотреть. Чей партнер? Напишите, какие ценности у вас. Они могут, например, меняться, да, вот если вы, вот если у вас цель, это запланированная, я хочу выйти на директ. Значит, ваш, ну, как сказать, ваш первый такой, ну, как бы, глобальный шаг, это маленькие ваши действия, это ежедневный рекрутинг. И иногда придется отказываться от мимолетных радостей жизни, когда вы находитесь на этапе роста. Возможно, вы откажетесь там своим друзьям, и вы не пойдете гулять сегодня вечером. Или, там, вы не сможете два часа посвятить ребенку и играть в там развивающие игры, а дадите ему порисовать, а сами сядете и будете рекрутировать. Потому что сейчас вы хотите создать, ну, например, подушку безопасности, вы хотите выйти на уровень директора. Соответственно, вы должны разделять то, что для вас сейчас на первом месте. А, Адим, ну, хорошо. Дальше. Каковы ваши цели на ближайшие 12 месяцев? Не просто вот это, это большая пятерка, ради которой вы будете прям, ух, что делать. Какие ваши 15 целей на ближайший год? 15 надо написать. Дополнить вот эти 5 целей, прописать еще 15. Потому что 5 – это мало, а какие-то такие промежуточные, небольшие, связанные с другой какой-либо деятельностью, возможно, с хобби, с семьей, с бизнесом. Ну, не знаю, какие-то маленькие свои еще цели. Дополнить. Еще дополнить, еще 10 надо написать. Пишите еще 10. Например, вот я глобально хочу там на отдых съездить, глобально хочу, чтобы все группы у меня уже директора, чтобы были. Мне даже не важно само звание, вот не все равно. Мне вот важно, чтобы вы уже начали зарабатывать, чтобы Галя стала директором, чтобы Аня стала директором, чтобы Антонина стала директором, чтобы Даша стала директором, понимаете? Чтобы вы уже деньги зарабатывали. Вот что для меня сейчас важно. Поэтому вот мне вот это звание не нужно. Мне нужно, чтобы у вас уже были звания. Поэтому давайте мы их будем делать вместе. И пишите вот еще 10 своих промежуточных целей. Цель ваша, пишите, не надо сильно мельчить, а креативность, смелость, это будет равно мастерство. Будьте отважны, встряхните себя, бросьте себе вызов. Немножко, возможно, страшно, где-то будет дискомфортно, где-то, возможно, вы не доспите часик, вместо 8 часов поспите 7, вместо 7 поспите 6, но все это шаг к мастерству и любой. Любая вообще какая-то цель, она в комфортных условиях, вы ее не сможете добиться. Если все легко и комфортно, вы встали, значит, просто встали. Вот мне, например, давно, уровень директора, давно, а мне легко и комфортно. Я же себя не напрягаю, я рекрутирую потихонечку, я там обучение провожу потихонечку, но я-то понимаю, что для того, чтобы следующая цель была достигнута, надо выйти из зоны комфорта. В комфорте не будет роста. Вот я это понимаю прекрасно, поэтому я выхожу из зоны комфорта. Так что давайте выходим немножко в дискомфорт себя, потом удовлетворили себе, да, там все амбиции свои, отдохнули немножко и поставили себе новую цель, да, и новую цель, и новую цель. И только так мы будем энергичны, живы, ответственны. Написали? Еще 10. Всего 15, и где-то немного, да, 15 целей на год, в году 12 месяцев. 15 целей, как минимум, у нас они должны быть, иначе, да, что делать-то, да? Пишем. Когда напишите, поставьте плюсик. Вот даже, знаете, даже за последний год у меня много моих целей сбылось. Несмотря на то, что не было там какого-то либо бурного роста, но все равно, если планировать, цели сбываются. Я, например, хотела, ну, там, на визажисте выучить, я отходила, курс прошла, да, там, первый базовый, но тем не менее. Я хотела, ну, выучить, нафигность инструктора, у меня это было записано, и даже, ну, я ВКонтакте это выставляла. Я пошла, и я отучилась, практически, ну, в последнюю неделю я отдала, сдать этим экзаменом, все, у меня будет уже, ну, как бы, да, мое хобби, тоже уже одна моя мечта, будет уже еще одна реализована. Мы хотели Алису отдать в бассейн, да, чтобы она плавать научила. Ну, вот какие-то вот, ну, надо себе эти цели ставить. Если вы их себе ставить не будете, ну, к чему вы стремиться-то будете? Поэтому 15 целей, это, ну, как минимум, должны быть. И вот Ольга Покушова опять рассказала про то, что, ну, девочка, говорит, у меня знакомая, и, ну, у нее хороший рост, она растет там, да, и мы ей дали задание написать 50 целей. Она пришла и сказала, я написала 58. Она говорит, ну, а почему 58? Она говорит, всегда надо делать чуточку больше. Всегда надо делать чуточку больше, и тогда будет результат. Она говорит, откуда она, говорит, это взяла? Наверное, жизнь, да, человека научила. У нее, ну, по жизни, да, там, она там что-то, что-то, да? И тут она развивается. И вот такую вот историю она тоже рассказала, что всегда надо делать чуточку больше, и тогда будет результат. И у меня потом в конце тоже есть слайд. Валентина, молодец, что написали. Еще кто-то написал? Это немного 15 целей. Давайте вытряхивайте себя. Не просто я хочу стать директором и все. А еще что-то должно быть помимо этого. Это понятно, что это... Или золотым директором, да? Понятно, что это пятерка наших целей. Но остальные тоже должны быть, потому что... Сколько у нас времени осталось для того, чтобы пожить? Да, помню. Поэтому жизнь нужно тоже прожить ярко. Написали. Теперь мы пишем январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. И пишем, когда мы эти цели осуществим, которые мы написали. 15 целей, которые мы написали на этот год. Мы прописываем, когда мы сделаем это, когда мы делаем то, когда мы сделаем все. То прописываем. Там есть ли у вас? Выйти на директора. Значит, мы пишем. В сентябре я выхожу на директора. Я хочу там вылечить все зубы. В феврале я вылечу все зубы. Цель какая еще, например. Ну, какие там у вас цели там? Я хочу в этом году сделать ремонт на кухне. В августе я сделаю ремонт на кухне. Сопоставьте вот то, что вы написали 15. Либо вы напишите, либо к этому припишите себе, что это будет в декабре, это будет в январе, это в феврале. Либо прямо напишите январь, февраль, март, апрель, май, июль, июль, август, сентябрь, октябрь. Ноябрь, декабрь. И напишите, что в октябре я буду делать то, в сентябре я делаю все, в феврале у меня будет это, в январе я похудею на 5 килограмм, после новогодних праздников, в апреле я сделаю то. Да, вот это вот все, пожалуйста, пропишите, теперь сопоставьте. И будет у вас готовый, завершенный план на ближайшие 12 месяцев. Вот он ваш план. И тот, кто от начала до конца сегодня все выполнял, я вас от всей души поздравляю, что у вас написан план на 12 месяцев. Как это здорово, да? И уже, ну как бы, да, пазл собрался. Когда я буду на директора, когда я сделаю на кухню ремонт, когда я полечу в отпуск, там или еще что-то, или еще что-то, или еще что-то. И нам нужно просто приступить к его реализации. Да? Ведь цели же они у вас разные. Какие-то материальные, где деньги нужны, а какие-то нематериальные, которые там, например, я хочу уделять больше времени ребенку. Или я хочу начать ходить 10 шагов каждый день, 10 тысяч шагов каждый день для того, чтобы я была здоровая, чтобы у меня была здоровая сердечно-сосудистая система. Чтобы вот это все, да? Поэтому прописывайте и не откладывайте. Да, вот особенно те вопросы, которые со здоровьем, со спортом связаны, с похудением связаны. Их вообще не надо подвигать на какой-то план, ну, не по-моему, другой, на другой. Вот еще раз, да, расскажу, пока пишите. Вот у нас проводят женщины, вот обучение девочек, ей за, не знаю, ей за 50, 5 точно. Ну, 60, наверное, нет. Вот она как девочка, понимаете? Вот она скачет, она как девочка. И, ну, и сложено, да, и, ну, все просто, да, и энергию, и вот это все спорт. Да, вот как много ей дает спорт. И поэтому обязательно, ну, как какие, да, вот от нее, например, рекомендации. Обязательно 10 тысяч шагов в день ходить, там, свежим воздухом дышать, спортом обязательно заниматься. Воду пить, да, вот какие-то элементарные дела делать для того, чтобы твой организм держать в порядке, чтобы быть здоровым, чтобы встретить здоровую старость. За тобой надо обязательно следить, вхаживать, любить себя. Пить коктейли наши, обязательно пить витамины наши. Итак, подытожим. Шаг первый в праздновании и элементаризации побед. Мы себя похвалили за то, что мы хорошие. Мы трудолюбивые пчелки. Мы много что сделали, мы преодолели много препятствий. Мы научились рекрутировать, мы научились проводить собеседование, мы научились проводить мероприятия, да. Мы большие молодцы, мы многому чего научились, да. Не научились, а, ну, и научились в том числе. Обучение. Три личных урока, три лучших бизнес-урока, три лучшие практики, позволяющие жить лучше. Помнили, да, это все. Ваша главная пятерка, ваши ценности, ваши главные цели на 2018 год, которые будут у вас всегда лежать, висеть перед глазами, чтобы вы их всегда видели, всегда-всегда-всегда, чтобы именно это вас мотивировало не сдаваться, а идти вперед. И чтобы глаза у вас горели, и чтобы мысли были хорошие, а не так, что я сейчас зарегистрирую человека, и он опять сольется. Если мы будем так думать, оно так и будет. А если мы будем думать, что вот сейчас я его просто беседую, и вот он как сейчас вот возьмется-возьмется, и всех своих теплых зарекрутирует, и прям все у нас с ним будет, ух, и мы с ним встретимся. Вот через несколько месяцев я его поздравлю с уровнем директора. Формирование, последовательный план, чтобы вы знали, что будет в январе, что будет в феврале, что будет в марте. Формирование, визуализация. Не так много существует таких мощных вещей, как визуализация. Вот я до этого включала вам, кто там был, Шварцеггер, Шварцеггер, да? Ты же его включала для вас? Даже он говорит про визуализацию. А вашим соседям, конечно, будет смешно. Там, знакомым вашим, да, что у вас калаш висит. Ну, смешно, они живут своей жизнью, они израбатывают 20 тысяч рублей. Они ни к чему, в принципе, к жизни не стремятся. Может быть, и хотели бы, но вот бы мешает, что кто-то что-то скажет. И они над вами посмеют, скажут, ты что хоть тут калаш вывесил, ты что в это веришь? А люди, которые добиваются успеха, они верят, они визуализируют. Вот если вы читаете книги, практически каждый миллионер, тот человек, который добился, да, там, чего-либо в жизни, они все визуализируют, они все пишут себе планы, они все понимают, к чему они стремятся, и они верят в лучшее. Держите перед глазами и максимально визуализируйте свои цели. Идеальная картинка то, к чему вы придете к 19 ноябрю 2019 года, что весь список из 15 мечт, и обязательно, включая вашу большую пятерку, они все обязательно сбудутся, и про это надо уверенно думать. Чем глубже вы пустите в себя, вот эту веру свою, тем более ваше поведение будет соответствовать вашим ожиданиям, понимаете? И вот это работает, я не знаю как, но это работает. Я это вижу, и на своих партнерах в том числе я это вижу. Если вы себе даете установку, что я через три года только буду директором, но вы и будете через три года только директором. Если вы себе даете другие установки, значит у вас будет все хорошо. Очень просто. Обязательства очень важны. Это ваши обязательства на Новый год. Обязательства перед самим собой, обязательства перед вашей командой. На самом деле случайно получилось. Какой будет ваша жизнь в ее ключевых областях? Финансы, бизнес, семья, внутренний мир, личная жизнь, хобби и так далее. Цвет, детали. Максимальная ясность картинки вашей жизни, когда вы достигнете все те вещи, которые прописаны на эти пять шагов. Вот все нужно прямо бесконально представлять, что я села в свою машину новую, как там пахнет кожаный салон, да, там какой-то ларун, как я включила там бочку автомат, либо как я зашла там в свою новую дом, либо как я открыла бизнес-приложение, и там у меня 7500, да. Вот это, да, вот вы визуализируете, как вы открываете свое бизнес-приложение, а там у вас 33 крутов, 7, там, не знаю, 7800 баллов. Вот это вот, да, и когда вы там вызваните ключевым партнерам, вы говорите, ура, ура, да, там, поздравляйте, а ты вышел на уровень директора, да. Блин, представили, как это круто. Представили? Ну, давайте, начинайте, я тоже, и все вместе будем работать эмоционально. Как мы встретимся с вами там на банкете директоров, обнимемся, поцелуемся, расстроимся. Вот, поэтому я желаю, чтобы начиная с сегодняшнего вечера и следующие 12 месяцев были абсолютно лучшим годом, и вы это сможете сделать, вот каждый сможет это сделать, если захотите, если делать все действия, если действительно верить в то, что вы начали делать, если не отходить от своих планов. И помимо веры, что нам еще надо делать? А, девчонки, девчонки и Дима, что нам еще надо делать, помимо того, чтобы мечтать, визуализировать, да, что надо делать? Как минимум 3 часа рекрутировать. Как минимум. Если больше есть времени, рекрутируйте больше. Качественное сопровождение каждого партнера, да. Выводите на скайпе созвон со мной, с кем я уже общалась, да, выводите. Мы будем созваниваться, будем полную презентацию человеку проводить, да, с энтузиазмом рассказывать, как компания рекомендует. Ежедневное личное обучение, как минимум от 1 часа в день. Не просто посмотреть презентацию бизнеса, а почитать что-то, да, какую-то полезную книгу для себя почитать. Список книг у нас есть, он ходит. Если вы менеджер, почитали книгу, взяли и составили слайдики по ней, и провели презентацию для своих партнеров, либо созвонились в скайпе с ними, либо позвонили, сказали, ну, давай, 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 давай. Обучайтесь новым методам рекрутинга, ищите. Ищите, 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 и все, действительно, получится. Вот, да, про то, что чуть-чуть делать больше, и про то, что чуть-чуть не доделывать. Да, вот чуть-чуть не доделывать. Могла бы сегодня еще порекрутировать. Но, да, да, аудиокниги можно, очень удобно. У меня мама, да, мам, сколько тут книг у меня? Больше меня книжек она уже прослушала. Вот. И чуть-чуть не доделать. Да, видно, видите, да, результат? Если чуть-чуть делать больше, и чуть-чуть не доделывать. Вот вроде, да, там, 2 сотых разница. А вон, а в цифрах, видите, в каких она отображается. Вот прямо, не надо далеко ходить. Вот, пожалуйста, прямой пример. Так, с этим тренингом мы закончили. Быстренько, право, 2 слайда у меня осталось. Если в 16-17 каталоге по 50 бонус-баллов делать, то такой набор получим в первом каталоге. Вот такой классный набор. Не знаю, сколько он, сколько он в рублях стоит. Ну, много, в общем, да. Это акция лояльности, и ее обязательно надо рассказать каждому партнеру, каждому новичку, каждому. Всем-всем-всем-всем. В общем, нужно рассказать. Рассказать нужно на первой неделе, желательно. Вот, еще крутая акция. Кто хочет цвет на стройне красный, да, прямо в промоушене тоже написано цвет на стройне красный. Мам, тебе надо кастрюльки? Галина, помазкина, нужны ли тебе, нужен ли тебе, может, чайничек? А? Кому что надо, девочки, расхватывайте. Что нужно делать? Нужно делать личные заказы, и нужно приглашать новичков. Вот, например, Оля Ефремова, да, или Валентина Сельцова пригласила двух новичков. Новички сделали заказы. Один сделал на 50 баллов, и другой сделал на 50 баллов. Вот. И у вас эти баллы копятся. Соответственно, например, три каталога будет действовать эта акция. 16, 17 и 1. В этом каталоге два человека позвали, в следующем каталоге три человека позвали, еще в первом каталоге три человека позвали. Итого у вас там 10 человек, например. 10 человек они делали заказы по 50 баллов. У вас 500 баллов. За 500 баллов вы можете взять, например, за 100 баллов набор полотенцев. Вот. За 100 баллов вы можете взять разделочные доски. И за 200 баллов можете взять специи, например. Либо за 500 баллов можете взять набор офф Nagasaki. Либо можете взять набор сокрации. сковородок, либо за 300 баллов можете взять чайник. Блин, на халяву. Нам все равно, это наша работа, да, мы все равно этим этим занимаемся. Самое основное, что мы делаем, и поэтому, особенно кастрюли, вот, нам тоже кастрюли нужны. В разделочную доску я все нового никак купить не могу, вот хоть заработаю, да. Вот, поэтому давайте будем рекрутировать, будем визуализировать, да, и встретимся в девятнадцатом году, девятнадцатого ноября, и посмотрим, как ваша большая пятерка, сбылась она или не сбылась. Что вы сделали для того, чтобы этот год не прошел зря, чтобы не было никакого сожаления, что, блин, опять они будут упущены. Лучше немножко себя дисциплинируйте, и пускай будет боль дисциплины, да, ведь дисциплина это тоже боль. Трудно вставать в пять утра, неохота вставать в пять утра, неохота сразу садиться рекрутировать, стрёмно писать знакомым, да, там, или там еще что-то, еще что-то. Так, ну, боль дисциплина, она есть, или там, ну, неохота, но боль дисциплина, она намного меньше, чем боль сожаления. Вот, а то вот, к сожалению, да, там об упущенном, блин, это прошло, то прошло, да, это не успел, ты не успел, а сейчас бы мог. Лучше себя задисциплинировать, поэтому давайте будем друг друга дисциплинировать, помогать друг другу работать в команде, любить, ценить друг друга, да, и относиться к своему делу со страстью. Вот, мечтай, ставь цели, действуй, все обязательно получится, и идем выполнять все-все-все для того, чтобы наша большая пятерка исполнилась, да, через год. Повесьте все, ладно, и расскажите мне, пожалуйста, потом в турборосте, что вы повесили, либо делали коллаж, хорошо, я тоже отчитаюсь, фотографирую вам. Перепишу сейчас красиво, а тут у меня сремной какой-то ручкой написано, мои пять больших целей. Ну, все тогда. Всем пока, да, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok